еще раз всех приветствую долгожданный выпуск по форексу сегодня чуток задержался но в целом что могу сказать да вроде бы все понятно но есть небольшие такие моменты которые меня немножко беспокоят сейчас по ним пройдемся то есть по индекс доллара вообще картина довольно простая берем часовик смотрим есть импульс есть коррекция и по идее все сейчас вверх улетит потому что здесь я вижу импульс здесь такой не зигзаг но по крайней мере что-то похоже на зигзаг и вот оно пошло и похоже это либо конец 3 волны будет 4 потом 5 хвост вниз и вверх первый вариант какой такой и вверх на обычно это вот сразу вверх поэтому что могу сказать вроде бы все неплохо выглядит еще вижу здесь дивер здесь здесь ну что могу сказать на дивер еще формируется нужно чтобы взвернул индикатор поэтому либо по доллару уже дно либо скоро будет но поэтому сейчас у трейды открывать против доллара это практически самоубийство потому что размажут по стенке но чуть-чуть чуть-чуть вверх он еще может дать получасовик тут уже вверх пошел развернула 4 часовик он смотрит еще чуть ниже может дать ты что могу сказать да действительно судя по четырем часам что-то такое можем нарисовать и улететь выше поэтому самый логичный трейд все-таки в пользу доллара но чуть-чуть возможно придется подождать потому что это еще раз повторюсь это форекс то что кажется очевидным сейчас испортится через какое-то время и вот тогда то что вы хотели сделать сейчас их будет время делать то есть ждем шарта по евро скорее всего и по фунту но хотя по фунту немного более сраная картина там могут новостей подлить в огонь и поломать всю эту разволновку так вообще что по индикаторам пробежимся для начала у нас так минутка у нас во первых по евро получасовик во вторых вивер формируется на часовике и в третьих четыре часа потолке это просто мега шорт короче это самый самый такой надежный трейд плюс еще если провести канал то мы увидим что мы как бы внутри него и вроде как наском собираемся это по тех анализу вообще гениальный супер трейд как бы надо как бы делать но это форекс и не забываем что если сейчас все так сделают в ожидании что-нибудь вот такое хотя бы либо вот такое вот туда то здесь как бы ловушка короче говоря у нас формировано вот здесь все шортят по технике соответственно если учесть что по индексу бакса может быть хвост вниз дадут то возможно вот такой хитрый вариант сейчас покажу вам так скорее всего будет ложное движение вниз такой какой не формы здесь конечно же все начну шортить массово потому что они все ждут как бы подтверждение что все-все-все-все падает начнем здесь они шортят а потом их грабит как бы отнимают деньги след увидим вниз такое в этом духе может быть поэтому очень опасно сейчас с этим евро играться и секунду очень опасно это дело все и короче говоря я пока подожду не буду я туда лезть хотя по индикаторам по всем сигналам вроде бы это шорт я открыл как бы маленькую позицию чисто на удачу вдруг он действительно полетит потому что очень красивая картина прям такие бывают очень редко то есть тут просто все сигналов то что будет падать и ну почему бы не зайти в позицию на опять же говорю есть вариант что будут обманывать и по крайней мере по стопам то проедутся и стопы у всех стоят на 1 15 если вы туда вот улетим то это немного меняет разволновку с падением дальнейшем с пробитием вот этого дна и это даже наоборот хорошо то есть если мы уйдем вот сюда на 1 15 собьем стопы резко посыпемся вниз то тут будет очень хороший вход в лонг с целью вот туда этот вариант весьма хорош даже наверно лучше чем чем вот такой потому что этот вариант слишком очевидный поэтому если сейчас баланс будет таков все в шортах будут ну скорее всего дадут откат но это ловушка как бы не шорт мне не шортите нападение если только там без убытить сразу тогда можно вообще на самом деле тут важно очень форма движения это форма движения в данном случае это двойной зигзаг но он легко может превратиться и не в двойной зигзаг 1 2 3 4 5 поэтому пока тут не ясно но судя по тому что я наблюдаю вроде бы шортить можно но небольшой позой что слишком все короче говоря слишком много людей видят то что я только что вам сказал а это не есть хорошо скорее всего будет не так как все ожидают ну опять же надо смотреть по фунту у нас пошел рост то есть отработал тот вариант когда я говорил что нужно будет покупать пробой где тут этот ну где-то вот здесь короче говоря надо было тарить но я рассчитывал на то что если на будет рост потом сильное падение и на отскоке как бы еще будет сильно падение но мы это хай выбери соответственно что это такое то либо растяжение коррекции либо все таки действительно фунт в рост пошел то что вариации по фунту час 3 не буду их объяснять но лично я скажу просто свою я например вижу сейчас что формируется хотя нет тут особо не формируется но вот здесь как бы в индикатор так пошел полога при этом цена растет обычно это приводит к тому что это формирует дивергенцию такую не совсем стандартными всем классическую но формирует и данном случае у нас еще вот здесь дивер формируется такой небольшой но есть то есть такая же аналогичная ситуация что и по евро проблема фунта в том что у него стоп никуда ставить он как я уже говорил сильно очень упал если уж продавать кто стоп нужно ставить вот за этот хай это там даже могут достать то есть всякое может быть по фунту поэтому я не лезу но в целом конечно по нему вариации довольно простая мы пойдем вот сюда что-то такое дадим с объем стопы на 127 развернемся и летим вверх вот такого примерно я жду поэтому здесь можете шортить но ставки вот сюда а лучше вот сюда слишком далеко то есть по моей технике по от ожиданию не очень я лично буду вот здесь от купать то есть как только пробьют вот это дно вот у вас зона покупки как бы но учтите что это дело может уйти довольно глубоко и желательно все-таки подождать от такого разворота прежде чем заходить почему именно такого жду а потому что по фунту много лангов и все стопы у всех вот здесь стоят это очевидная точка для тех кто рынком управляет что вот здесь как бы деньги зарыты естественно туда не пойдут но еще деньги зарыты вот здесь соответственно куда они пойдут сначала непонятно что есть вариант что вот так дадим потом вот так вот такой вот распил может пойти поэтому я не знаю где денег больше куда легче рынок вести соответственно ну нужно на евро смотреть то есть он за евро сейчас идет но учтите что там сейчас разборки идут по поводу brexit поэтому могут давать любые вертолеты любые разволновки все что угодно возможно вот такой распил может быть легко так что фунт пока подтверждение падения не дает кроме дивера по иене все-таки подтвердилось падение но все еще есть вариант что мы рисуем 12 и потом улетим вверх потому что здесь я уже вижу такое признак того что все таки вверх пойдем четыре часа в полу и тут дивера нет но все равно как бы индикатор как бы в пол загнали то есть это признак того что он все-таки сжимается и как бы будет отскок и у нас вот здесь какая-то жирная проторговка и судя по свечам тут все шортят все шортят и соответственно есть кого денег отнять от этого пляшем что что опять же в сторону роста доллара как бы будет как минимум сильно отскок вверх давать такие долгосрочные прогнозы не буду потому что по иене там какие вариации что мы идем вниз что это будет один потом будет два потом вниз и так вот на 110 другой вариант что мы что-то в таком духе нарисуем потом создавим 115 улетим какой вариант работает я не знаю поэтому как бы пока вне рынка но вообще по иене как бы вроде бы лонг напрашивается аналогично по швейцарцу он довольно сильно умотал как я и говорил вот этот вот распил тут всех засадили оказалось что засадили теломистов потому что они купились вот на этот рост назад на откате заходили стопы сюда врубили и вот их дует и дует и дует в конце и края этому нету и стопы у них вот здесь 9950 скорее всего не добьют за рубит эти стопы так вот и потом вот туда вверх летят ну как бы это будет скорее всего просто отскок хотя кто знает это реально может быть действительно и рост а может быть и коррекции потом вниз поэтому точно не скажу но у нас здесь есть дивер по франку примерно как по евро вот он на чистовике но он еще только формируется поэтому как бы не спешите и цель у него примерно там на единичку вернуться поэтому покупать можно мы показывать понятно куда стоп воткнуть вообще пойдешь на 950 ставьте покупку там как раз чужие стопы если вам там нальют это будет идеальная точка входа там как раз всех денег от ним то вы там только и зайдете в идеале а цель там сориентируйтесь нам скорее всего это будет один два три 4 5 импульс вниз во вторую волну ловить сейчас так здесь у нас что по канаде по канаде все до сих пор не могу понять что уже не рисуют вариации много индикатора если глянуть то вроде бы у нас но есть и канада хочет выше дать но не сильно высоко то есть 132 скорее все не пробьем либо не сильно пробьем 4 часа пошли вверх здесь у нас дивер канады что я могу сказать она смотрит вниз но она да скорее всего от скоб повыше то есть опять же пользу доллара хотя точно тут не скажу короче говоря по канаде головоломка из головоломок я не могу ничего сказать точно не буду даже трогать и по австралийцу мы пошли вот как раз по нормальному варианту то есть по нему принципе можно судить о евро то у нас было один два три четыре пять вот мы пошли оба цели ставить после этого вверх уйдем то есть что я могу сказать судя по австралийца мы пойдем сейчас на ослабление евро и после этого евро пойдет сильно в рост скорее всего в австралии вообще самая четкая картина у нас есть пятая волна у нас пошел коррекционный такой зигзаг вниз то есть это означает то что все таки евро чуть-чуть будет падать но траектория и цели непонятно то есть австралия вообще себя слабо ведет но падает очень плавно медленно то есть сложно и она евро как-то проецировать плюс тут еще опять же дивер есть здесь на получите веке это означает что на 073 20 может скачать это будет волна бы скорее всего так что вы решаете сами вообще видите четырех часовик где это шорт как бы и вот принципе он уже отрабатывать мощнейший такое как бы был короче цена была загнана дивер и огромнейший и целью этого дивера куда-то на 72 60 примерно туда в ту зону так что там примерно и можно и ловить я например шортить не буду опоздал а ловить будут где-то вот в этой проторговки там видно будет по новозеландцу аналогичная картина 5 волн вверх я вот еще прошу разговаривать шортить новозеландца самая тема и вот он полился вот конечно я жреть я не шортил идеальный был вообще вариант то есть ну выйдите как цепится тут просто очень красивый такой был импульс а после этого она сыпется как вообще не знаю что тем более вот эти вот две зеленые свечи выбили все шорты просто все там баланс сменился все нормально ну то есть трейд хороший мог бы быть но к сожалению я не за шортил я не люблю носила торговать ну думаю надо будет потому что такие трейды нельзя пропускать все-таки на форексе нет тысячу валют всего лишь несколько десятков из них там торгую буквально 56 поэтому надо все-таки расширять кругозор по доллару рублю у нас вроде бы наконец-то этот импульс завершён то есть это было нападение и мы пойдем сейчас вверх примерно вот таким вот макаром потом вниз пойдем то есть это означает что доллар все-таки будет укрепляться и евро все-таки будет чуток падать но то что мы пошли по рублю вот сюда а цель у него примерно на 62 то есть примерно вот таким макаром мы польемся и где-то тут можно будет ловить то есть вот зона для покупки кого доллара на руках последний шанс продать чтобы здесь от купить но кто хочет то есть скорее всего по технике да надо будет здесь шортить стоп вот сюда и вот где-то здесь это все ловить и то что рубль пошел падать означает что доллар пошел падать глобально в это принципе подтверждает тот вариант что все таки евро пойдет нам клоните 115 убивать только траектория пока не сна и фунт скорее всего вверх пойдет но его могут на новостях пролить на 1 27 потому что там очень жирный такой ценовой уровень где все стопы по спрятали и последовая поэтому глобально евро вверх глобально фунт вверх но траектория пока не знаю надо ждать подтверждения но в целом все выглядит довольно неплохо как я вижу тут евро пошел вверх фунте ару льют на почему его льют видим опять на новостях что-то там ага кстати давайте глянем евро фунт там довольно таки все интересно то есть у нас есть сильный импульс и вот то что фунт льют означает что еще может быть хочу сдадим потом пойдем в коррекцию хотя есть вариант что это просто волна б ну что вот такое нарисуем здесь уже видите четыре часа пошли в разгрузку скорее всего кто хочет торгануть можете здесь шортить стоп он сюда и цель куда-нибудь вот сюда в эту свечу красную и отсюда пойдем еще выше то есть примерно вот такой расклад ну есть конечно вариант что они дорисуют вот такое движение потом сюда пойдет поэтому сложно сказать соберут на место пыли соберут стопы вообще все это выглядит как один два три четыре пять и все это коррекция bc пошли вниз вот пока так но то что они так сильно пошли сейчас вверх это немножко меняет расклад но евро очень сильно пинает вверх шартов там много и этот канал хотят все-таки выбить может быть ложный пробок канала быть потом вниз пойдем короче с евро шутки плохи нам слишком красивая шартовая картина нам будут будут грабить назначено те кто в шортах а покупать уже поздно поэтому лучший вариант подождать пока всех ограбят нам шортить ограбят всех поголовно на 1 15 ну либо чуть-чуть не добьют для красоты картины ну всякое возможно ну то есть скоро пора шорт не сейчас там лишь как все очевидно так по евро иене кстати вот есть подтверждение того что я говорю там давайте покажу по индикаторам где давайте часа и хотя короче говоря нарисую просто-напросто то есть по евро иене вот такой вот вариант и это подтверждает то что на евро будут сейчас грабить их вот когда всех пограбят и здесь тоже будут грабить потому что всех стопы вот здесь стоит всех ограбят вот здесь вот тогда когда их ограбили можно шортить и после этого покатимся сильно вниз но это означает скорее всего что иена пойдет вниз сильно на этой теме все-таки иена будут лить подтверждается вариант что мы на 110 идем и как раз совпадать с тем что евро вверх мы видим ее напали так сильно что евро не будет поспевать итоге евро иену не спойдет поэтому вот тоже хороший трек созревает фунта иена там пока все еще не понятно там вариации несколько пока не лезут потому что фунтам на новостях и вот нам могут туда обратно гонять поэтому вариации тут моря тут три варианта поэтому не будут даже их расписывать слишком все разнообразно и по золоту мы скорее всего пошли на 1250 там она канал выбила и сейчас напрашивается просто коррекция по золоту и даже если мы сейчас хай обновим принципе надо шортить потому что тут будет дивер на четырех часах так что я если буду торговать то пробой вот этого хая когда всех пограбят я в шорт стану чисто просто отскок взять потому что на 1217 примерно 1218 она вернется там дивер это все по технике как бы и видите полчаса еще и запас часовик и запас роста то есть скорее всего по золоту будет что-то в таком духе сейчас у всех ограбят кто шортит 1230 дадут и после этого пойдем вот так и потом вот туда примерно такой трейд вот это движение буду брать вот нам по ситуации то есть надо смотреть на евро на самом деле чего они будут рисовать на однозначно чую подвох вот эти уже пошли грабить все по технике все логично на форексе но сильно высоко не должны угнать все нормально все стопы по сбивают и фунт льют кстати прямой эфир сильно льют фунт по видимо новости плохие и евро фунт улетел на хай пробивать то есть как я и говорил сейчас уйдет еще выше рисует и там уже можно short потому что вот видеть 4 часа вообще просто с ума происходит дилер на делере евро фунт шортить опасно но выгодно скорее всего буду евро фунт шортить очень-очень хорошо смотрится ну хотя опасная тема но посмотрим примерно такой расклад и не прошлись мы еще по и санпи и по нефти ну давайте чтобы времени терять по санпи у нас либо вот так и вниз либо сразу вниз поэтому решайте сами примерно такой расклад и по нефти у нас скорее всего мы пошли канал дорисовывать 59 до канала и потом вниз примерно такой расклад либо сразу вниз как обычно поэтому в нет пока не лезу ничего не понятно с ней она такая чудная что постоянно меня грабит но в этом случае вроде как все правильно вверх идем на 59 60 как я говорил раньше но хоть территория очень странные лучше конечно такой торговать в общем надеюсь понятно все объяснил что фунт слили вообще сюда новости фунт пошел 1 27 выбивать можете шортить до гонку как-то верничок практически нам сказали что-то очень плохое ему конец как бы а стопы на 127 ну как бы цель понятно логично то есть здесь ставьте take profit короче здесь шортить и стоп вот сюда берете вот это движение потом уже туда пойдем потом подтверждение но опять же теория кто хотите что-то это и творите ему фунт у по моему конец так что еще морская до принципе все до завтра